Привет! Я Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук, харьковчанин. Также я являюсь человеком, который из-за своей загруженности не всегда успевает следить за новостями. И здесь я приношу благодарность вам, мои дорогие подписчики, за то, что вы иногда мне вот подкидываете такие хорошие новости и задаете правильные вопросы. Вот сегодня вы начали задавать вопрос о том, что же я думаю по поводу выезда за границу за 3 тысячи долларов, легального выезда за границу. То есть речь шла о предложении пана Андрусева, которое он высказал в своем телеграм-канале, где предложил выпускать мужчин под залог 3-5 тысяч долларов. Конечно же, это только слова Андрусева, во-первых, да, что нужно понимать. Это только его слова, это не вышло в разряд нормативных актов. Во-вторых, на мой взгляд, это некий такой вброс с целью проверить, а как общество отреагирует, да, а что общество скажет на такое предложение. Ну, по сути, на введение имущественного ценза. И я, конечно же, надеюсь, что в условиях военного положения таким образом не ставится цель еще больше расколоть наше общество, да. Ведь раскол очевиден. Вводя норму, согласно которой за 3-5 тысяч долларов мужчина во время мобилизации в Украине может легально выехать из Украины, однозначно делит людей на две категории. Те, у кого есть 3 тысячи долларов, и те, у кого ее нет. И между этими людьми сразу, ну, возникает такой социальный конфликт, да. Мы не сможем смотреть уже друг другу в глаза нормально. Мы будем смотреть друг на друга, как на врагов. И человек, нормальный человек, обычный человек, который легально работает, который в белую получает зарплату, который платит с нее налоги, но который вследствие того, что зарплаты у нас в стране низкие, не смог скопить 3 тысячи долларов, он не сможет выехать. И мы фактически говорим, ну, бабок нет, иди умирай, иди служи родине. С другой стороны, мы говорим, что, ну, пусть тот человек, который, возможно, никогда в жизни легально не работал и не внес ни копейки налогов в эту страну, но каким-то образом собрал 3 тысячи долларов, он может выехать из страны. И он может избежать службы в армии. Ведь здесь же вопрос не в выезде из страны стоит, да, а вопрос в том, что ты таким образом избегаешь службы в армии. И ты, по сути, за 3 тысячи долларов спасаешь свою жизнь. Ну, такое себе, как мне кажется. Такое себе в том контексте, что это, безусловно, нас разделит. Но во время войны разве можно такое допускать? В то время, когда должно быть, наоборот, единение общества, мы разделим людей, введя вот такой имущественный ценз. А ведь куча людей, которые вообще ничего, никакой пользы стране не делали, они просто родились в богатой семье. И теперь они могут выехать просто потому, что у них богатые родители. А кто-то сидел на минималке, но брал взятки, потому что у него должность такая была. И этот человек тоже может выехать. Почему? Ну, потому что мы введем имущественный ценз. И вроде бы хорошая идея, безусловно, ее поддержат сейчас те люди, которые являются бизнесменами. Бизнесменами, которые не собираются покидать страну. Которым действительно нужен выезд из Украины по бизнесу. Эти люди действительно, они выйдут и вернутся. Но надо понимать, что таких людей меньшинство. И, наверное, для них, безусловно, нужно придумать какой-то механизм, по которому они могли бы выезжать, чтобы, возможно, заключать какие-то договора. Возможно, представлять свои компании где-то за рубежом, на каких-то выставках и прочее. И при этом сохранять бизнес в Украине. Но таких людей ведь на самом деле меньшинство. Ведь большинство людей, которые сейчас окажутся вот там в очередях на границе. А я уверен, что если разрешить такой механизм, то за трешку там будут очереди на границе. Там будут очереди из желающих выехать. Безусловно, есть проблемы и у тех людей, которые мы относим к категориям зарабетчан. Которые с удовольствием бы тоже сейчас отдали трешку и выехали для того, чтобы прокормить свои семьи. Потому что они являются очень часто единственными кормильцами в семье. И для них это был бы способ, ну вообще сберечь свою семью, да. Дать возможность вообще выжить в этих условиях своей семьи. Потому что я знаю о ваших проблемах. Ведь вы звоните мне и вы о них рассказываете. И я знаю, что вы остались без работы и деньги уже заканчиваются. Но тоже, друзья, я предлагаю, может и для этих людей сделать какой-то другой механизм, в основу которого не будут положены деньги. Ведь если мы говорим о деньгах, о имущественном цензе, то мы просто будем на официальном уровне, на уровне государства делить людей на богатых и бедных. И, безусловно, человек, который трешку собрал, это, конечно, не богатый человек, это понятно. Но суть в том, что мы разделим людей по количеству денег, которые у него есть сейчас в кармане. Но мне думается, что на государственном уровне такого быть не может. Потому что это не соответствует идее социального государства, не соответствует идее социальной справедливости. Но, безусловно, я при этом соглашусь абсолютно с вами, что нужны какие-то механизмы, по которым бизнесмены, по которым, возможно, зарабетчане, по которым те же моряки смогут выезжать для того, чтобы, в первую очередь, спасать свои семьи. Потому что, безусловно, есть вопрос, да, в целесообразности держать в Украине сейчас какого-нибудь человека, которому 55 лет, он никогда не служил. Но он при этом работает в Польше, сейчас приехал в отпуск, застрял здесь из-за этого и теперь не может просто прокормить свою семью. А деньги, которые он накопил, да, имеют свойство заканчиваться. Конечно, вопрос в целесообразности не выпускать таких людей, ну, он под сомнение. С другой стороны, нужно понять и государство, здесь ведь сложно найти вот этот баланс, да, найти критерии, по которым мы выпускаем и по которому мы не выпускаем. Да, сейчас государство выбрало критерии, там, здоровья и здоровья близких. Ну, как основной, да, есть и другие у нас критерии, понятно, по которым мы выпускаем. Ну, это, наверное, я уже ухожу от основной темы разговора, поэтому, друзья, буду на этом заканчивать. Не знаю, поделитесь вы своими мыслями в комментариях, вот что вы думаете по этому поводу. Только главное у меня, знаете, какая просьба, ну, вот, вот корректно может делиться своей позицией, то есть, чтобы это все обсуждение не превратилось в некое противостояние, чтобы в любом случае мы остались с вами едины, мы не поссорились на основании вот этой идеи и на основании того, какая у нас в кармане есть сумма денег. Вот это, наверное, самое главное. А, хотя нет, самое главное, конечно же, чтобы в ваши дома как можно быстрее пришел мир, чего я вам и желаю. Пока!